Дорогие коллеги и дорогие друзья, для меня большая честь выступить на Дне Ганемана, организованном российским гомеопатическим обществом. Я очень сожалею, что у меня нет возможности сделать это в форме личного присутствия. День рождения Самуила Ганемана, 267 годовщину которого мы отмечаем в этом году, одна из тех важных для всех нас дат, которые крепко хранятся в памяти. Поразительно, что то, что было сказано и сделано так давно, до сих пор остается с нами, до сих пор дарует облегчение тем, кто нуждается в помощи и тем, кто страдает. Важно не только то, что Ганеман написал, лекции, которые он прочел, открытия, которые он сделал, создав множество лекарств, гораздо важнее, что Ганеман создал совершенно новую универсальную медицинскую терапевтическую систему, обосновал ее теоретически, разработал практические указания и методы лечения, а также заложил основу профилактической медицины. Для нас очень важно учитывать указания Ганемана при анализе и лечении наших пациентов. В частности, в третьем параграфе шестого издания Органона он описал четыре основополагающих принципа, впоследствии добавив еще один. Они предназначены для гомеопатов будущего и имеют своей целью удалить препятствия на пути исцеления. Тирую выдержку из третьего параграфа. Если в каждом конкретном случае он знает, каковы препятствия, и как их устранить, чтобы выздоровление было полным, тогда он понимает, как лечить мудро и разумно. В таком случае он истинный приверженец искусства исцеления. В нашем мире полном сложных пациентов я осознаю, что истинное исцеление – это не лечение болезни как таковой, это изменение стиля жизни и удаление препятствий, накопившихся в телах пациентов и в их привычках мышления, что и является причиной болезнетворного процесса. Как сказано в том же месте Органона, гомеопатические лекарства – очень важная составная часть методологии лечения. Говоря о гомеопатических лекарствах, невозможно не вспомнить о вкладе Семёна Корсакова. Это было бы всё равно, что говорить о птичьем пении, не упоминая птиц. И я не могу не упомянуть о 235-й годовщине со дня рождения Семёна Корсакова, которая празднуется в этом году. Последние два года бросили нам вызов на самых разных уровнях. Во всем мире здравоохранение и общественное благополучие перенесли тяжелый удар, столкнувшись как с острыми состояниями, так и с хроническими процессами недавнего происхождения. Очень тяжело было и лишиться возможности для нас с вами увидеться лицом к лицу. Однако проведенный в режиме онлайн в 2021 году коллоквиум Международной медицинской гомеопатической лиги собрал более 3000 участников и лучших из лучших докладчиков. Тем не менее, я думаю, что снова настал момент для встречи лицом к лицу. 75-й Всемирный Конгресс Лиги, к сожалению, несколько раз переносился. Теперь он назначен на сентябрь 2022 года и состоится в Стамбуле. Мы приглашаем всех вас. Я хотела бы видеть в Стамбуле всех и каждого. Будьте здоровы и благополучны. Поздравляю вас с Днем Ганимана. Спасибо. Доброго вам дня.